Школа общей площадью 20 тысяч квадратных метров должны сдать к первому сентября. Современное здание переведут Реотовскую гимназию. Представители учебного заведения на стройплощадке бывают почти каждый день. Еженедельно встречаются с застройщиком. По внутренней отделке все владеете, смотрите уже, да? Уже выбираете? Уже выбрано. Сейчас рабочие выполняют монтаж фасадов. Линии четкие, цвета яркие. Такая школа органично впишется в современный микрорайон, да и детям обязательно понравится, уверен глава города. Отделочные работы полным ходом ведутся и внутри здания. Вот это как раз секция для дошколят, потому что вот у них спортивные детские площадки, а там для этих. В этой школе будет два актовых зала и два спортивных. Просторные кабинеты, большой стадион во дворе. Глава Реутова считает, новые соцобъекты в шестом микрорайоне – это новый рывок в развитии системы городского образования. Поэтому стройка на особом контроле. Тут нужно сейчас взять и выстроить этапность для застройщика, чтобы было понятно. Допустим, в первую очередь нам нужны первые два этажа. Это в первую очередь, кстати, к вам вопрос. Первые два этажа, там два спортивных зала, один, допустим, актовый зал, ну, понятно, пищеблок и так далее. Поэтому этапность нужно определить. Уже сегодня здесь ведут работы по благоустройству территории. Всего же на объекте трудится чуть больше ста рабочих. Темпы действительно очень высокие. Я думаю, что школа будет построена даже чуть раньше срока. И у нас будет возможность подготовить ее к первому сентября, чтобы сюда первого сентября переехала наша гимназия, как мы с вами уже и говорили. Здесь, на базе этой школы, откроется наша гимназия, которая входит в пятерку лучших школ Московской области. И я думаю, что здесь, на этой новой территории, у нее будет возможность еще больше проявить себя, сделать еще шаг вперед чуть-чуть. Может быть, выйти и на лидирующие места войти в тройку лучших школ Московской области. Здание гимназии капитально отремонтируют и передадут под начальные классы седьмой школы. В перспективе там будет 16 начальных классов. А вот в этой школе первого сентября начнут обучаться больше 800 риотовских школьников. После крепленной территории заявления уже поступают, их рассматривают, но процент, соответственно, очень-очень минимальный, потому что сейчас еще дома не все заселены. Пока это будет достраиваться, соответственно, через несколько лет, я так понимаю, у нас будет, ну, в каком-то таком 50 на 50. 50 процентов будет гимнастический класс, 50 процентов вообще образователь. По соседству со школой трехэтажный детский сад с бассейном на 210 мест. Строительство идет по графику. Объект обещают сдать в декабре. В 6-м Мамикрорайоне откроется не просто детский сад и школа. Здесь появится современный образовательный центр, который будет работать по программе от садика до вуза. Кроме того, в школе будут работать не только общеобразовательные классы, но и гимназические. Поэтому у родителей близлежащих домов будет выбор, в какой класс отдать своего ребенка. Масштабные работы на субботнике развернутся на городском пруду. За зиму здесь скопилось очень много мусора и хлама. Именно городской пруд станет центральной площадкой общеобластного субботника. И впервые убирать территорию здесь будут члены рыболовного клуба. Он появился в недавно и объединяет около 20 активистов. Рыбаки говорят, работать будут на берегу и на воде. Предстоит также убрать мусор в камышовых зарослях. Именно сюда заходит рыба, чтобы отложить икру. Пока она не пошла на икромет, будем это все убирать, дабы создать все условия для нереста. Еще одной центральной точкой субботника станет городской парк на юге Риотова. Масштабные работы по уборке территории здесь уже проведены, но еще предстоит сделать немало. Нам предстоит побелить деревья, убрать старую листву и облагородить наш парк. Этим дворникам на колесах предстоит убираться на центральных улицах города, в сквере перед храмом, а также наводить порядок на газонах. Уже сейчас эта техника задействована на улицах города. Водитель Алексей Обыденных говорит, что после зимы на дорогах много песка, а с помощью такой техники можно не только подмести, но буквально вымыть тротуары и пешеходные дорожки. Мы убираем как тротуары, так и газоны, вытягиваем весь мусор в труднодоступных местах и щетками, и трубой, и также подручными всеми средствами. Большую подготовительную работу к субботнику проводят в управляющих компаниях. Именно сюда могут прийти горожане и получить необходимый инвентарь. В Рео номер пять уже заготовили почти сотню грабель и лопат, полсотни веников и метел, а также несколько сотен мешков для сбора мусора. У нас в обслуживании 30 домов, практически на 60% территории мы уже провели субботник, в ближайшей неделе. Ну и придется закончить где-то порядка 40% от общего количества домов наших. Марина Николаевна каждый год принимает участие в субботниках. Говорит, каждый житель должен в этот день помочь в уборке города, хотя бы в своем дворе. Я люблю это мероприятие, всегда в нем участвую и возле дома, и на работе, возле музыкальной школы, где я работаю. Обязательно пойду. И желаю, чтобы все тоже жители по мере своих сил и возможностей принимали участие. В этом году у горожан будет больше стимула выйти на субботник. В Риотове пройдет конкурс на лучшую уборку. Жителям необходимо сделать фото, как изменился их двор после субботника, и выложить в социальную сеть Инстаграм с хэштегом «Чистый Риотов». Во дворах победителей установят детские площадки. Риотовчане в многофункциональном центре могут получить свою электронную подпись. Она позволяет воспользоваться всеми возможностями портала Госуслуг. Например, подать заявление на поступление в ВУЗ, оплатить налоги, поставить автомобильный учет и даже оформить патентное изобретение или принять участие в электронных торгах. Кроме того, цифровая подпись позволяет защитить документы от поделки. Чтобы ее получить, необходимо обратиться в многофункциональный центр с заявлением, паспортом, ИНН и пенсионным удостоверением. С громкой победы начал новый сезон риотовский футбольный клуб «Приолит». В первой встрече на домашнем стадионе «Старт» спортсмены разгромили столичный клуб «Крылья Советов» со счетом 9-1. Уже к пятой минуте на табло было 2-0, а на перерыв команда ушли при счете 4-1. Казалось, что игра на этом закончена, но риотовчане не сбавляли оборотов. И во втором тайме в ворота соперников отправили еще пять мячей. По игре, хочу сказать, все отдались хорошо. Это достаточно тому посмотреть на табло и увидеть. 9 забитых мячей – это дорогого стоит. Команда отыграла на оценку 5. Никому нет претензий. Очень было приятно смотреть. Я думаю, и зрителям тоже смотреть эту игру. Следующий матч для «Приолита Кубковый» 27 апреля. В гости к риотовчанам приедет московский клуб «Велес». Сегодня весь день будет пасмурно. Утром возможны небольшие дожди и плюс 4 градуса. После полудня воздух прогреется до плюс 9. Причем большая вероятность не только осадков, но и грозы. К ночи температура воздуха опустится до нуля градусов. Субтитры создавал DimaTorzok